Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Я иногда вспоминаю те времена, когда я готовил куриные бедрышки в соево-медовом соусе. Это было так давно, когда курочки еще были настоящего вкуса, а сейчас вместо крови у них формальдегид, а под кожей вместо мяска у них солидной раствор. Поэтому я все чаще готовлю другое мяско, но этот соус и маринад мне очень нравятся. Сегодня я буду готовить прекрасные бараньи ребрышки. У них замечательная прослойка жира, его даже слишком много, но он лишь не вытопится. А приготовить я хочу бараньи ребрышки в маринаде, в котором я раньше готовил куриные бедрышки. Для маринада я буду использовать соевый соус, растительное масло оливковое первого отжима, мед, имбирь, я его уже натер на терку, чеснок, лимонный сок. Также у меня есть немного очень хорошего винного уксуса из Испании. Здесь у меня жмых после производства острого соуса шрирача. Он очень острый и ароматный. А также какая-то баночка, я ее купил очень давно. Это какая-то китайская ягода, тоже очень острая и ароматная. Сейчас я приготовлю маринад и замариную в нем бараньи ребрышки. Они будут лежать полчасика, часик, не больше. Так как я использую темный соевый соус, то я его немного разбавил водой, потому что он слишком концентрированный. Если вы используете светлый соус, то можно его не разбавлять водой. Я добавил к соусу винный уксус, мед и лимонный сок. Его нужно обязательно попробовать, перед тем, как мы будем добавлять острые приправы. Если вкусам нравится, значит все в порядке. Теперь я добавляю жмых из острого перца, немного вот этих ягод, чеснок и имбирь, который я потер на терку. Так как я использую соевый соус, то я не солю маринад, для того, чтобы ребрышки не мариновались. Соль же есть в соевом соусе. Я пробую его еще раз. Прекрасный оттенок имбиря, остроты перца и чеснока. Для того, чтобы соус немного лучше проходил в мясо, я добавлю совсем немного оливкового масла. Это также поможет хорошенечко распределяться соусу. Соус или маринад готов. Я в него выкладываю ребрышки. Ребрышки вот такие, с хорошей прослойкой жира. Я их положу вверх под гриль, и жирок есть будет карамелизоваться, вытапливаться немного, и будет очень вкусным, сжаренным. Бараньи ребрышки я вложил в кастрюлю, и хорошенечко перемешал их, чтобы они все покрылись маринадом. Ребрышки немного промариновались в маринаде. Я их выложил на холодную чугунную сковороду. Так как у меня духовка очень маленькая, то такая докладка не рациональна. Нужно, чтобы между ребрышками было небольшое расстояние. Ну, у меня была партия ребрышек и духовка, поэтому я делаю с ошибками, чтобы вы об этом знали. Я их ставлю под гриль, то есть на такую подставку, под верхний тен, для того, чтобы немного растопился жир. Когда мясо прогреется, то я его переставлю на обычный уровень. Духовка у меня разогрета до 180 градусов. Ребрышки были в духовке при температуре 180 градусов. 40 минут. У них верхняя корочка чуть-чуть подсушилась, но еле-еле. Я их сейчас полью еще сверху слегка оставшимся маринадом, чтобы подмочить корочку. Придет еще 20 минут, и я их переверну на другую сторону. Дегустация – это самый приятный момент во всем приготовлении еды. Бараньи ребрышки в соево-чесночно-имбирно-медово-лимонном соусе приготовились. Как я вас и предупреждал, они на вид очень темные. Издалека кажется, что они немного подгорели. Но это только потому, что они были в темном соусе. Они просто стали темного цвета. Они абсолютно не подгоревшие. И они очень ароматные. Лишний жирок из них вытопился. И сейчас мы будем пробовать. Бокал хорошего сухого красного блина очень отлично подчеркивает вкус барашка. Вот равномерный цвет везде. Все отлично. Пахнет имбирем, чесноком, бараньим жиром. Некоторые кусочки достаточно жестковаты. И я знал о том, что так может быть. Просто я всегда хотел проверить эти рецепты, когда делают шашлык семечки, шашлык пять пальцев из бараньих ребрышек. Баранье ребро само по себе достаточно жесткое. И его очень быстро приготовить получится. Но оно все равно будет жесткое. Хотя мясо будет готово. Поэтому, естественно, что ребрышко будет упругое. Но так как я часто готовил ребра, тушные в казане с луком, которые были очень нежные и мягкие, то мне эта текстура немножко надоела. И я захотел что-то более упругое. И так, друзья, давайте подведем итог. Я недавно делал рецепт огненок по-мароккански. Так вот, именно когда мы готовим какие-то очень ценные кусочки барашка, то отклонения от стандартов, на мой взгляд, они совершенно недопустимы. Например, нотки цитруса в корейке были лишними. Когда мы готовим ребрышки, ребро само по себе, оно нейтральное. Будь то свиное, или говяжье, или баранье. Соответственно, ему может подойти любой маринад, или любые приправки. Здесь не было каких-то экстра выходящих за рамки приправ. Все было в пределах допустимого. Мясо как мясо, вкусное. Я хотел получить такую текстуру, чтобы дать волю своим зубкам, и они поработали. Но хотя, по большому счету, ребра, приготовленные быстрым способом, именно баранье, они достаточно упругие, если не сказать прямо, они жесткие. Но я сегодня хотел есть именно такие ребрышки. Теперь у меня к вам огромная просьба. Ребята, я готовил ребра разными способами, у меня закончились идеи. Пожалуйста, если у вас есть прекрасные, новые идеи, как приготовить баранье ребрышки, пишите в комментариях. Я выберу самый лучший рецепт, и приготовлю его. За это вам сразу огромное спасибо. Теперь, всем приятного аппетита. Друзья, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои видео, пишите в комментариях, что вы думаете о моих рецептах. Ссылочка для подписаться на канал вот здесь внизу. Вот здесь вверху есть колокольчик. Жмите на колокольчик, и вы будете всегда в курсе самых свежих видео на моем канале. И помните, кухня – это самое спокойное место. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!